Новости на информационном канале Севастополя в студии Левтина Игнатьева. Здравствуйте! В Севастополе завершили строительство нового блока детского сада номер 127. Это один из трех корпусов комплексного дошкольного учреждения. Совместный осмотр нового здания провели родители с будущими воспитанниками. Принять объект приехал и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он осмотрел здание, пообщался с родителями и посадил дерево. Подробнее расскажет Катарина Гребицкая. Этот корпус 127 детского сада жители Ленинского района ждали несколько лет. Рассчитан он на 12 групп, максимальная вместимость до 400 детей. Принимать объект в понедельник приехал губернатор Севастополя. Дмитрий Овсянников осмотрел здание, проверил кухню и тех помещения. Побывал в ясельных группах, спальных и игровых комнатах, музыкальном и спортивном залах. Пока оценки хорошие, недочетов я лично не увидел. Детский сад будет номер 127. Действующий детский сад мы к 1 июня закрываем и он уходит в капитальный ремонт. И в течение 9-12 месяцев у нас задача стоит сделать из действующего 127 детского сада не хуже, чем новый, который мы сегодня приняли в работу. Воспитанников старого здания детского сада номер 127 на время ремонта переведут в новый корпус. Не оставят без внимания и 122 детский сад. По нему уже ведутся работы и составлена проектно-смертная документация. В этом году старое здание снесут, в следующем возведут новое. Дошкольное учреждение также станет одним из блоков 127 детского сада. Это хорошая такая традиция, когда в последнее время открываются новые детские сады. Это очень важно, своевременно. Ну и, конечно, это помощь молодым родителям и тем, кто уже приводит сюда не первого и не второго, а уже третьего, четвертого. А у нас есть семьи, которые уже пятого ребеночка собираются сюда привезти в наш детский сад. Новый корпус детского сада номер 127 оснащен современным методическим материалом. Интерактивное оборудование и компьютерный класс, современные игровые и спортивные площадки. Автоматизированные терминалы на каждом этаже помогают родителям. Можно посмотреть меню, план здания и узнать расписание занятий. Особое внимание безопасности. Здание оснастили камерами и современной системой пожарной безопасности. Родители уверены – этот детский сад один из самых современных в городе. Очень много впечатлений хороших, приятных, позитивных. Во-первых, это новый интерактивный садик с новыми возможностями для детей, новым оборудованием. По сравнению с другими садиками, старого, скажем так, образца, это новый 21 век для нас. Проверку нового дошкольного учреждения завершили на улице. Дмитрий Овсяников осмотрел уличные игровые и спортивные площадки. Пообщался с родителями и посадил одно из первых деревьев во дворе дошкольного учреждения. С 16 апреля новый комплекс 127 детского сада готов принять первых воспитанников. Катарина Вербицкая, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». В апреле маршрутную сеть городского общественного транспорта ожидают масштабные изменения. В Севастополе в пять раз увеличится количество льготных перевозок на 14 регулярных маршрутах. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил директор департамента транспорта Игорь Титов. Он рассказал, как организуют транспортное обслуживание населения. О развитии городских общественных перевозок в следующем сюжете. Увеличение населения, а следовательное количество транспорта – это проблема, с которой Севастополь столкнулся еще несколько лет назад. Для того, чтобы добраться на работу, жители нашего города зачастую тратят не меньше времени, чем москвичи. В департаменте транспорта видят выход из ситуации. Общественный транспорт должен ориентироваться не только на перевозки граждан, не имеющих собственного транспорта, но и на максимальное стимулирование отказа автомобилистов от использования личного транспорта в повседневной жизни. Переориентация населения на передвижение общественным транспортом является основной мерой противодействия заторовым ситуациям. Для того, чтобы жители чаще пользовались общественным транспортом, они должны быть уверены в его безопасности, комфортности и доступности. Сейчас в городе на маршрутах в общей сложности курсируют 1300 автобусов и троллейбусов. Около половины из них в автопарке уже больше 15 лет, и только пятая часть – менее пяти лет. Чтобы контролировать ситуацию с регулярными перевозками, в ноябре 2017-го был утвержден трёхлетний план развития. Одно из направлений работы – изменение нерегулируемых тарифов перевозок на регулируемые. Для этого в конце марта был заключён госконтракт по 14 городским маршрутам. На данных маршрутах и ранее применялись регулируемые тарифы, но перевозки по ним осуществлялись в незначительных объёмах. Закуплены маршруты для выполнения перевозок в Балаклавском направлении – 9 маршрутов, большая часть маршрутов Балаклавы. В Фиолентовском направлении – 2 маршрута, по Байдарской долине – 2 маршрута и в Инкермановском направлении – 1 маршрут. По словам Игоря Титова, договор заключён на более чем 136 тысяч рейсов. Закупленное количество рейсов в пять раз увеличивает ранее выполняемый объём льготных перевозок на данных маршрутах. В апреле департамент транспорта продолжит работу в этом направлении. Число льготных перевозок увеличится ещё на 25 маршрутах. 9 из них переведут с нерегулируемых тарифов на регулируемые. Но, по мнению Дмитрия Овсяникова, при организации работы пассажирского транспорта стоит обратить внимание не только на стоимость проезда. Большое количество жалоб поступает на регулярность движения по следующим маршрутам. Это всё в протокол записать. 62-й, 137-й, 45-й, 51-й, Верхнесадовая, номер 8, номер 14 постоянно поступает. Троллейбус. Губернатор перечислил список из более чем 20 маршрутов, по которым поступают жалобы. Дмитрий Овсяников поинтересовался, кто в департаменте транспорта отвечает за процесс организации маршрутных перевозок. Игорь Титов ответил. Это Алексей Аксёнов, сын депутата законодательного собрания Вячеслава Аксёнова. Вот последнее китайское предупреждение Аксёнову. Мы переходим в сложном процессе на регулируемый вид тарифов. По городу ежедневно курсирует более тысячи единиц общественного транспорта. И уследить за соблюдением регулярности практически невозможно, считает Игорь Титов. Расписание возможно контролировать, его соблюдение, ну так вот реально, если только через навигацию. Наведение порядка в этой сфере, оно связано с диспетчеризацией. И оно обязательным является в случае заключения контракта. И первый контракт такой заключен. Отметим. С понедельника в Севастополе у городского маршрута номер 13А новый путь следования. Он ездит от Фиолентовского шоссе до площади Нахимова по кругу. Но теперь проходит через центральный городской холм по улице Советской и мимо штаба флота спускается на улицу Ленина. Интервал – 15 минут. Остановки предусмотрены в любых незапрещенных местах. Игорь Титов отметил. Маршрут запустили в связи с большим количеством обращений жителей центрального городского холма. Святослав Данилов, Илья Якушев, информационный канал Севастополя. В воскресенье завершилась ежегодная парусная регата «Русская весна». Соревнования приурочены к четвертой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На состязаниях политические деятели объединились в экипаже с профессиональными свехтсменами. О совместных достижениях политики и спорта в следующем сюжете. Парусная регата «Русская весна» – традиционная площадка для общения между главами российских регионов. Регата была впервые организована четыре года назад и проходит под патронатом полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе Олега Беловинцева. Мы сотрудничаем в области обмена культурного обмена и театрами, и такими творческими детскими коллективами. Вот, например, на 18 марта в Пятигорск от Крыма приехало несколько творческих коллективов детских и крымско-татарских выступали. И сюда тоже ребята выезжают, приезжают в лагеря. А уже это все отлажено. Спортивные мероприятия проводим вместе. Так что у нас тут и экономические отношения тоже у нас развиваются. Поддержать коллег приехали глава Республики Северной Осетии Алани Вячеслав Бетаров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Кабардино-Балкаровской республики Юрий Коков, глава Карачаева-Черкесской республики Рашид Темрезов. Перед стартом регаты – общее фото. Улыбаемся все, радуемся русской весне, хорошей погоде, праздником. Но все-таки парусная регата «Русская весна» – это и соперничество. Дружеское, поскольку регионы находятся друг с другом именно в таких отношениях. Многие регионы, многие главы связывают личные отношения с Севастополем. Поэтому это не необычное для Севастополя. Это повседневное отношение к городу, наших коллег. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников уже второй год подряд участвует в регате. Приехал с семьей. Уверен, не только спортсмены и политики должны вести здоровый образ жизни и демонстрировать хорошую физподготовку. Надо ради интереса сделать соревнования между журналистами. На борту одну из яхт, командующую Чевноморским флотом Александр Витко. Девять экипажей выходят на внутренний рейд Севастопольской бухты. Здесь им предстоит определить лучшего. Борьба серьёзная. Соперники не уступают друг другу ни метра. В экипажах вместе с политиками профессиональные яхтсмены, участники Олимпийских игр, призёры чемпионатов России, Европы и мира. В распоряжении яхтсменов быстроходные трёх-четырёхместные спортивные яхты класса СБ-20 с мощным современным парусным вооружением. В команде от трёх до пяти человек. Уже четыре года Севастополь и Крым идут вместе с Россией под одними парусами. И уже в четвёртый раз в честь этого события организовывают парусную регату «Русская весна». В соревнованиях принимают участие люди, которые имеют самое непосредственное отношение к историческим событиям четырёхлетней давности. Приехал поддержать коллег и глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Он был одним из тех, кто подписывал историческое соглашение между Республикой Крым и Российской Федерацией четыре года назад. В море в этом году он решил не выходить. Участвовал как раз мой заместитель Михаличенко Игорь Николаевич. Сейчас узнаем, вот разбор полётов идёт. Там вроде ещё говорят протесты были, то есть там коллеги там ещё соревнуются. Это хорошая традиция. Я здесь вот благодаря Игорь Евгеньевичу, который сегодня, ну по сути так, объединил дружескими узами, то есть Северокавказский округ, вот нас, губернаторов здесь, меня там, Дмитрия Владимировича. И вот спасибо, что такой коллектив дружный. Вот каждый год собираемся. Есть и постоянные участники, но и много новых. Это радует. Самое главное, что традиции уже соблюдаются, и все с большим удовольствием сюда приезжают. Я вот разговаривал со многими коллегами, приехавшими сюда уже очередной раз с Северного Кавказа, которые говорят, уже встречаем все родные, уже знаем друг друга. Регата «Русская весна» продолжалась более двух часов. Победителей призёров определили по итогам четырёх гонок. Экипажам нужно было пройти мимо специальных отметок буёв, обогнув их с правой стороны. Но не всем удалось дойти до финиша в целости и сохранности. Например, команде прошлогоднего победителя регаты главы Республики Ингушетия Юнус Бека Евкурова. У нас оторвало балку, поэтому мы уже после третьей дистанции на четвёртой сашей дистанции. Поэтому, будем говорить так, уступили другим. В этом году интересно. Волны больше, скорости, драйва больше и риска поболее. Поэтому так интересно было в этом году. Бронзовым призёром парусной регаты стал экипаж во главе с губернатором Дмитрием Овсянниковым. В прошлом году в этом же составе команда заняла четвёртое место. Сейчас яхтсмены поднялись на ступеньку выше. Ветер был сильный, команды были достойные. Лично я убедился, что надо больше строить спортивных объектов для наших детей. Именно парусных. Мы проектируем сейчас одну школу парусного спорта в Бухте Казачьей. Наверное, нужно подумать ещё. Очень увлекательно, особенно для неподготовленного человека. Моя задача была вовремя уворачиваться и быть в слаженном темпе, работать, не мешаться. Я думаю, выполнил эту задачу. Дмитрий Владимирович проявил настоящие морские качества. Сегодня в открении при таком сильном, в общем, можно сказать, даже близким к ураганным порывам, ветром, он себя вёл очень достойно, нам очень помогал. И эта гонка у нас уже вторая в экипаже с губернатором. И чувствуется прогресс. В этом году он уже действовал гораздо увереннее и проявил себя, даже подсказывал, когда нужно делать поворот. Второе место у экипажа под руководством командующего Ченомовским флотом Александра Витко. Это, наверное, лучшая гонка, потому что самая свежая погода была, волны, ветер, вообще впечатлений масса. Я думаю, все стали довольны и даже ещё немножко себя мужчинами почувствовали, потому что было действительно тяжело. Никто никому не поддавался, все стремились победить, но всё вежливо, красиво. Девчонки молодцы, мы на них смотрели, радовались за них. В регате «Русская весна» принимал участие и женский экипаж. И хотя призовое место занять не удалось, финишировали во всех гонках. Победителем соревнований стал экипаж во главе с участником Олимпийских игр, мастером спорта международного класса Алексеем Борисовым. Победителем и призёром – медали, грамоты и солидные денежные призы от полпреда президента Олега Беловенцева. Теперь высоких гостей ждут на юбилейной пятой парусной регате «Русская весна» в следующем году. Светослав Данилов, Владимир Мелянский, Дельвер Меджитов, информационный канал Севастополя. После завершения регаты «Русская весна» делегация в составе руководителей российских регионов во главе с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Олегом Беловенцевым посетила кладбище коммунаров. Здесь они возложили цветы к могиле героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны – Астана Кисаева. Советский подводник служил на Черноморском флоте и долгие годы жил в Севастополе. – Человек прошел войну, человек, которого знает, будем говорить, вся Россия. Человек, который в 44-м году получил звание Героя Советского Союза за очень большие подвиги, которые он совершил в годы Великой Отечественной войны. Сегодняшний день говорит о том, что все-таки Осетия и руководители, которые сегодня были здесь, присутствовали на возложении цветов, не забывают имя нашего героя. О других событиях. В Севастополе прошла гонка ралли третьей категории. В ней участвуют два человека – водитель и штурман. Они по специальным указателям рассчитывают путь и должны вовремя добраться до определенной точки. На гонках побывала Юлия Ефремова. Ирина Олегнович считает, что женщине за рулем не место. И все же сама три года подряд занимала первые места на соревнованиях по фигурному вождению автоледи. Сейчас в своей победе не уверена. В штурманской гонке участвует впервые. Нужно очень просчитывать полностью всю дорожную книгу и рассчитывать среднее время ехать. Просто другая дисциплина тоже не менее интересная. Гонка состоит из нескольких этапов. Основной – маршрут по городу и дополнительное – фигурное вождение и стрельба в тире. Первое испытание – автослалом. Потом уходит на первую дорожную секцию режимная гонка. Проезжают ее. Их задача проехать этот спецучасток с таким временем просчитать и скоростью средней, чтобы, получив отметку на контрольном посту, не превысить время и не опоздать. Ориентироваться по городу штурманам помогает дорожная карта. Там прописано все до мельчайших подробностей. Направление движения, расстояние, ориентировочные знаки и скорость, с которой должен двигаться автомобиль. Ты в режиме гонки, ты пытаешься еще посмотреть, что тебе на слалами надо проехать. Моя напарница штурман пытается посчитать по времени следующий спецучасток, а пока мы этот едем, и она мне этот говорит, и тот еще считает. То есть очень тяжело. В штурманской гонке главная слаженность, уверены в команде ДСААФа. Али и Татьяна в одном экипаже оказались случайно, но взаимопонимание найти смогли. Поначалу мы немножечко засуетились, а потом разобрались, и уже впоследствии нормально. И вместе работали. Все-таки командный дух у нас в ДСААФе это есть. Всего в гонке приняли участие 13 экипажей из Симферополя, Алушты, Ялты и Севастополя. Организаторы уверены, в такие соревнования хорошая разминка перед Ялта-ралли. В планах возродить это состязание уже в этом году. Юлия Ефремова, Андрей Вовк, информационный канал Севастополя. На прошлой неделе в акваторию Черного моря вошел учебный корабль «Перекоп». Он совершает дальний переход. Севастопольский порт стал одним из пунктов базирования на маршруте. Узнал о планах командования экипажа корабля Михаил Кумбров. Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ капитан второго рампера! Вольно! Вольно! Устав никто не отменял. Более 300 курсантов и в дальнем походе, и на берегу распорядок соблюдают строго. В этот раз из Петербургского военно-морского института прибыли на борту учебного корабля «Перекоп». Здесь завершился первый этап длительного похода. Впереди у них еще 7 месяцев и тысячи морских миль в пути. Совершим очень интересное путешествие в такие страны, как Шри-Ланка, в Индонезии. Будем принимать участие в совместных учениях военно-морских командо-2018. И после этого попала Новая Гвинея, и оканчивается второй этап нашего похода в городе Владивосток. Из пункта постоянной дислокации города Кронштадт «Перекоп» вышел 1 марта. Почти за месяц следования корабль прошел Атлантический океан, 5 морей, 3 пролива, обогнул Европу и прибыл в наш город. На учебном корабле курсанты проходят отработку по специальности. Будущие офицеры в составе учебных смен заступают на вахту, где оттачивают штурманские навыки. В специальных классах чертят прокладку корабля, обеспечивают навигационную безопасность, заступают дублерами офицеров штурманской боевой части. В распоряжении в современное навигационное оборудование, тренажеры и опытные наставники. Когда мы узнали об этом походе, все были приятно удивлены, потому что такая уникальная возможность предоставляется далеко не каждому, учащемуся нашего заведения, что мы так далеко пойдем, не все в это до конца верили. В дальнейшем Борис мечтает служить на Камчатке в рядах подводных сил. А его боевой товарищ Александр также выбрал путь моряка-подводника, вот только служить хочет на севере, говорит семейная традиция. Мы вступаем уже в ряды офицеров через год, и нам сейчас нужно более глубоко изучать свою специальность. На корабле также мы занимаемся отработкой корабельного распорядка дня и привыкаем к корабельной службе. Корабельная служба всегда была тяжелым ремеслом. Кроме учебных занятий, курсанты организовывают внутреннюю службу, отрабатывают слаженную работу экипажа, выполняют специальные задачи. Курсанты неприхотливы и живут в максимально простых условиях. Кубрик, койка для сна и рундук для личных вещей. Курсанты ВМИ проходят практику на учебном корабле «Перекоп» в следующих условиях. Живут в кубрике. Это моя койка, это мой рундук с личными вещами, с средствами личной гигиены. Тут есть также рундук. И там также личные вещи. Обувь, одежда. По плану похода корабль пройдет через Красное море. В дальнейшем «Перекоп» преодолеет Индийский океан и завершит второй этап похода у дальневосточных берегов России. На следующем – в Владивостоке. К экипажу присоединятся курсанты Тихоокеанского военно-морского училища. После чего «Перекоп» северным морским путем вернется в порт приписки Кронштадт. По завершении похода каждый участник получит отличительный значок – за дальний поход. Михаил Кумбров, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. Власти Таиланда решили временно закрыть знаменитый пляж Майя Бэй на острове Пхипхи. Достопримечательность будет недоступна для туристов 4 месяца, начиная с июня. Главная цель ограничений – восстановление морской экологической системы. Высокий сезон в Майя Бэй ежедневно посещают около 5000 туристов. Владельцы лодок бросают якоря в кораллы, поскольку привязать судно больше негде. Из-за этого, по словам биологов, значительная часть рифов разрушена. Напомним, этот пляж прославился после выхода одноименного фильма с Леонардо Ди Каприо в главной роли. А в Севастополе пляжный сезон уже близко. 3 апреля в городе облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный – 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем – 9-11 со знаком «плюс». Это были все новости к этому часу. Еще больше интересной информации смотрите на нашем сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Левтина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...